Русские перцы! Сегодня утром! Опаньки! Привет, любимые! Привет, дорогие! Здорово, замечательные! Давайте просыпайтесь скорее к нам, присоединяйтесь! Здесь главное на главном! Это русское радио, здесь русские перцы! Алексей Сегаев тут, Галя Корнева здесь, меня Антон Юрьев зовут. Здорово, страна! Ну и, конечно, долгожданная наша звездная гостья, певица Максим! У-ху! Всем доброго утра! Доброе утро! Великолепно выглядишь! Спасибо! Всем приглашаем, всех приглашаем присоединиться к нашей прямой трансляции, эксклюзивно в группе русского радио ВКонтакте, посмотреть все последние тренды на Максим. Это кроп-топ, это брючный костюм, это легкий загар. Великолепно! Для всех смотрящих нашу трансляцию Максим демонстрирует свой весенний наряд. Ой, а я просто не было видно, да, это действительно впечатляет. Животок! Посмотрите, какой русский живот! Чё, чё, я вчера так живу, это самое, оделся, чё, мне ничего не сказали. Чё, как пришла, ну, ладно, хорошо, ладно. Впрочем, Максим, мы будем с тобой сегодня говорить не только о модных трендах, наверное, это был первый и последний раз, когда мы за сегодня о них поговорили. Будем говорить о твоем творчестве, о твоих песнях, о твоем концерте. С удовольствием! Легендарный хит под названием «Знаешь ли ты?» – это хит на все времена, несколько недель назад, в конце апреля, то есть спустя 16 лет после своего дебюта, после первой записи, он переродился в дуэт, да ещё и с кем? С кем? С Димой Биланом! Да, вы что? Радостите? Давайте послушаем, как эта песня звучит по-новому. Максим и Димой Билан «Знаешь ли ты?» Сегодня в гостях на Русском радио Максим, и вы знаете, когда артист перепевает с кем-то песню, всегда есть тревога. Не испортит ли, не добавит ли новое звучание, новые нотки, новые какие-то вот моменты, которые будут тебя выбивать из колеи привычного слушания. У вас с Биланом получилось эту песню оставить практически нетронутой? Да, ну это и была такая затея Димы Билана, и хотелось её в первую очередь, да, не испортить, и он это изначально хорошо понимал, и у нас, мне кажется, всё получилось. Ну так, и 300 килограмм нежнятинки. Просто есть крючочки в этой песне, вот в частности, вот в завершении, когда ты шепчешь вот этим голоском, и я вот сейчас слушали и думала, будет, не будет, будет, это прекрасно. Конечно же, самый ожидаемый, самый предсказуемый вопрос, почему был выбран Билан на роль человека, который вдохнёт в жизнь, вторую жизнь в эту песню? Да, это я была выбрана. Серьёзно? Да, ну, во-первых, меня Дима покорил своим человеческим отношением, мы как-то не были прям близкими друзьями, но я когда выздоравливала, он мне прислал какие-то цветы, какие-то браслеты к ней прислали. Какой-то милый. Ну да, и всё время писал, как я себя чувствую и так далее. И я как-то прониклась им, я подумала, что настолько он действительно чувственный. И вот даже сейчас мы с ним общаемся, я поражаюсь, неужели такие люди бывают, что он действительно очень какой-то такой прям воздушный, настоящий, это не подделка. Ну то есть это тот случай, когда человеческая дружба переросла в творческий тандем. Вот. И результат мы только что услышали на русском радио, но вообще песня «Знаешь ли ты» это не все знают, особенно те, кто далёк от футбола. Напрямую связана с футбольным клубом «Спартак», это неофициальный гимн клуба «Спартак». А 29 мая в столице на стадионе «Лужники» на легендарной площадке пройдёт финал «Бэт-Сити» Кубка России «Спартак-Динамо». И по информационным слухам Российский футбольный союз хочет, чтобы на этом матче выступила певица Максим. Хочет. И я хочу. И сейчас мы обсуждаем этот вопрос. То есть до финала там остаётся уже меньше 10 дней. Здесь ведь какая коллизия? Коллизия в том, что болельщики «Динамо» могут среагировать на певицу Максим. Ну, знаете, так, мол, а чего это певица, которая исполняет неофициальный гимн «Спартака»? Да нет, мы вместе споём и не подерёмся за то. Споём. Это же песня, которая объединяет. Споём, 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 споёмся. А первый удар по мячу ты будешь делать, нет? Да вы что, самоубийца, что ли? Слушай, я на твоём месте вообще встал на ворота, понимаешь? Сначала полтайма за «Динамо», полтайма за «Спартак». Когда-то я, кстати, играла в футбол и даже приезжала в Москву из Казани, да, со сборной Казани. Звучит это по футболу, да. Ничего себе, слушай, это очень хорошо. На самом деле, ты представляешь, какие бы гонорары были? Контракт. Роналдо, Месси, Маринка сразу. А у тебя, наверное, брат играл в футбол, да? Брат у меня занимался каратэ, преподавал даже. А вот я, да, занималась футболом. Ну, и единоборствами. И немного боксом. Ну, самую массу. Давай я подальше отсяду, ну его нафиг. Ты сама, вот мы про спорт говорили, про футбол, там, про бокс и так далее. Ты в последнее время увлеклась... Акробатикой. Акробатикой. Ну, чё, какая пауза сейчас была? Я почему сделала паузу? Потому что я пытаюсь понять, это что? Это художественная гимнастика, это спортивная гимнастика, это ты делаешь пируэт, ты, не знаю, крутишь колесо, сидишь на шпагате. Что входит вот в это понятие акробатика? Летаешь под небесами на полотнах, как в цирке? Под небесами на полотнах, как в цирке, у меня летает младшая дочь. Я занималась гимнастикой, но вот мне захотелось научиться делать все всевозможные элементы красивые, фляги, перевороты, стойки, мосты. Ну, делать это прямо красиво, хорошо. Это очень заряжает себя позитивной энергией. Не бережёшь ты себя. Да, я просто понимаю. Ну да, учитывая то, что я ещё умудрилась, помимо всего остального, переломать себе позвоночник. Я занималась конкуром, я очень увлечённая. Увлечённая ты, девушка. Вот, перелетела через голову лошади, сломала себе позвоночник. Да, и при этом пошла в акробатику. Ну, что же там говорить? Я после больницы летней, всем известной, стояла на руках уже через месяц, и все говорили, что это такое, как ты, неужели тебе можно? Я говорила, ну вот у меня в противопоказаниях реабилитационных больных не написано, что нельзя на руках стоять. Да, а что, извините, не запрещено, то, в общем-то, разрешено. А это называется сила воли, сила духа. Я бы ещё так сказала. Это сила духа, 100%. Можем ли мы сейчас взять и сообщить, что ближайшие твои гастрольные концерты, которые будут в некоторых городах, они будут каждый концерт, уважаемые дамы и господа. А Максим будет завершать тройным сальто, прогнувшись, приземлением на шпагат. Так что будьте добры, не пропустите, ладно? Приходите. Ну, что касается концерта, раз уж мы заговорили, то давайте скажем, что 17 июня на ВДНХ в Зелёном театре это потрясающая площадка под открытым небом. Это то место, где все фанаты певицы Максима могут в буквальном смысле этого слова обняться и всё вместе спеть песню «Знаешь ли ты» и подпечь другим классным хитам. Да, это будет круто, это будут такие эмоции. И это, кстати, твой первый сольный концерт после долгого перерыва. Да, мы собираем весь состав музыкантов, все, конечно же, долгие годы со мной, это моя вторая семья, но вот целым коллективом мы собираемся не так часто, где и духовики, и перкуссии, и вот мы готовим прям световое шоу хорошее, встретятся действительно фан-клубы из разных городов, я уже знаю, что они собираются собраться. Все летят сюда, да? Надо сказать, что «Зелёный театр», конечно, хорошая площадка, но там хватит ли места всем, возникает вопрос, если все по-другому участвуют. А как, кстати, напомните мне это будет. 17-го июня. Я был просто на концертах в «Зелёном театре», я знаю, что там люди друг у друга на головах сидят. Ну это нормально, 17-го. Если, значит, с 17-го числа будет концерт Максима, 18-го «Зелёный театр» закроют на реконструкцию, ну и дай бог, всё хорошо. И зал, я хочу сказать, что не такой большой, на 2,5 тысячи человек, и билеты же почти все раскуплены. Поэтому, если кто-то хочет успеть, то надо сейчас это сделать, потому что, ну, потом будет поздно. И, к счастью, обстановка позволяет больше не думать о том, что вот там будет отмена и так далее. Всё будет, всё, все обнимутся, увидятся и споют все вместе. Долгожданная певица Максим сегодня в гостях на «Русском радио». Огромное тебе спасибо за то, что ты сегодня проводишь с нами это утро. А я с удовольствием. Да-да, я поклонюсь просто. Спасибо, дорогая. Пожалуйста. Певица Максим редкий гость на «Русском радио». Мы, конечно, очень рады с тобой поиграть в так называемый «Звёздный блиц». Ну, игра очень простая. Мы тебе вопрос, ты на него коротко отвечаешь. Первый вопрос такой. Лучшее утро – это кофе в постель или утро в аэропорту? Нужно выбрать, да? Нужно выбрать, да. Но лучше кофе, конечно, в постель. Чем в аэропорту. Да. Ну и правильно. Ну вот она отвыкла от гастроли. Смотри на нее. Такая избалованная, да, ужасно. Шереметь его давай уже, кофе паскать. Что заставляет тебя чувствовать себя успешной? Без примеров, да? Можешь с примерами. Ну, в смысле, без выбора. Без выбора. Машина, квартира, дача, бриллианты наши накидываю. Да, выход на сцену. Хороший это. Сильно. Значит, три главных пункта, которые нужно осуществить за всю жизнь. По версии Максим. Я пафоса нагнал сейчас. Построить дом. Так. Вырастить здоровых детей. Ага. И что там еще было? Третий пункт. Третий. Собрать олимпийский. Написать песню, знаешь ли ты. Там с деревом еще было что-то. Ну и реализовать себя. Хорошо. Я записал. Расскажи нам, пожалуйста, о своей музыкальной мечте, если такая еще существует. Знаете, у меня мечты, они такие, они какие-то воздушные, нереальные. Они больше похожи на цели. И вот сейчас хочется, чтобы моя новая песня была успешной. Чтобы ее поняли, услышали, полюбили. Слышите, программные директора. Написать свои мысли на бумаге или высказать их вслух? Проще на бумаге. Ты пишешь часто, вот такая одна из известных техник в терапии, когда, если что-то тебя волнует, или наоборот, ты рада, какую-то испытываешь написать письмо. Ты делаешь так? Пишу ли я письма? С удовольствием, да. И с удовольствием получаю их. И хочу сказать, что буквально вчера я получила вот такую вот стопку писем, телеграмм, которые накопились, опять же, просто со всей страны. Они периодически приходят огромными коробками, и люди присылают подарки и моим детям. И мне такие трогательные, сделаны своими руками, игрушки, какие-то пледы, что-то связанное. Вот у меня вопрос возникает. Человек, который хочет написать тебе письмо, он где твой адрес находит? Все знают мой адрес. Я не знаю, я вот тебе, может, сегодня напишу. Господи, ребята, 2-й Мичуринский проспект, дом 2, квартира 54. В чем проблема, господи? Ой, прости. Бога ради, Марина, извини. Вот, я хочу рассказать про браслеты, которые мне тоже вчера подарили. Пожалуйста, с удовольствием послушать. Вот здесь такие миленькие девчонки. Я сначала удивилась, думаю, почему 4? Потому что вот на одной написано, Марина, дата рождения, 10-я, 06-й, 83-й. Потом Александра, моя старшая дочь, 08-й, 03-я, 09-я. Знак бесконечности. И Мария, 29-е, 10-е, 14-го года. А дальше я читаю. Мария, Марина, 09-е, 08-е, 21-й год. Это мой первый выход в интернет после того, как я пришла в себя в больнице. И вот мы этот день отмечаем как мой второй день рождения. Настолько вот внимательные люди и так с любовью подошли. Слушай, как это знаково. Теперь я его ношу. Как это знаково. Мне, к сожалению, похвастаться нечем. Вот у меня тоже браслет, на нем надпись «РМГ», я с ним дверь открываю просто. Понимаешь, мне вот такого нет. Я думал, из бассейна тебе не стоит. Нет, 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 я из аквапарка сейчас пришел к себе. Это надо сказать про твой браслет. Для тех, кто сейчас не смотрит нашу трансляцию, это серебряный браслет. С гравировкой, которую для тебя подготовили твои слушатели, твои фанаты. Ну, не знаю, насколько он серебряный. Вот издалека выглядит как серебряный. Серебряный, серебряный. Мы в ломбарде раньше работали, мы в курсе. Все нормально. Сегодня в гостях на русском радио певица Максим. Очень рада тебя видеть. Еще раз тебе большой привет. Расскажи нам, мы знаем, что у тебя школа искусств открылась. Расскажи нам вот глобально, как вообще появилась эта идея, чему обучаются у тебя дети, сколько у тебя детей, что там происходит, что говорят родители и так далее. Вот нам все очень интересно. Ну, во-первых, у нас большое количество дисциплин не только для детей. Мы все организовали таким образом, чтобы, я как мама знаю эту проблему, когда ты приводишь ребенка, вот ты и сидишь. Или ходишь вокруг для здания. И ходишь вокруг здания, в общем, теряешь время. А мы придумали таким образом, чтобы одновременно были детские занятия, начиная с Монте-Сори, ритмики, хореографии и так далее. То, что каждый по направлению себе выберет. У нас есть рисование даже на песке, это очень полезно для детских. Успокаивает. Моторикой там развивается. А для взрослых у нас есть постарше уже. Актерское мастерство, стрейчинг, танцы от хип-хопа и до классики, вокал, естественно. Все есть и с индивидуальными программами. А школа носит не только твое имя? То есть ты прям активно участвуешь в составлении программы, в отборе педагогов? Конечно. Это прям твое детище. Конечно, самостоятельно выбираю каждого педагога. Для меня в первую очередь, конечно, важны его профессиональные качества, но и очень немаловажны его внутренний, богатый духовный мир и отношения к делу. А ты проходишь как директор школы? Ну, так, знаешь, с суровым взглядом, да? Ну, меня никто не воспринимает как сурового директора. Да? Да. Ну, как это так? А твои ученики... Я у всех ассоциируюсь с Бэмби. А у тебя ученики пользуются моментом, спрашивают, может, какие-то личные вопросы задают, не знаю, там. Понятно, что они уже все с тобой давно сфотографировались и автографы взяли. Ну, то есть вот они начинают чувствовать себя с тобой по-свойски? Или они по-прежнему, вот ты для них певица Максим, такая вот недосягаемая звезда? Да я с ними веду себя по-свойски. Я же не прихожу туда как звезда, я прихожу туда как, в первую очередь, друг и тот человек, который вместе, вместе хочет создать что-то глобальное. Вот, например, у меня уже некоторые ученицы получили гран-при в международных конкурсах, и это очень дорогого стоит. У нас вокалом занимается, в том числе и со мной, и заново меня учит петь Ли Мэдсисон, наш педагог, очень профессиональный, она вырастила очень многих профессиональных певцов. И на моем концерте, 17 июня, будет на одной песне выступать уже детская группа и старшая. Отлично. И старшая группа тоже. Это такой выпускной будет своеобразный. И мамы, и папы тоже будут. Весь те, кто занимаются вокалом. Это круто, когда ученик, специальный гость. Раз, и раскрутка, сразу. А сегодня в гостях на русском радио певица Максим. Огромное спасибо всем тем, кто смотрит нашу прямую трансляцию из нашей студии, эксклюзивно в группе ВКонтакте. Вот ты про Бэмби упомянула, что ты ассоциируешься... Ну, Бэмби, это же олененок, да? Олененочек, хороший, маленький, да, миленький олененочек. Пытливый зритель заметил, что у тебя сменился имидж. Если раньше ты выходила в платьицах с рюшечками, то сейчас у тебя костюмы модные, актуальные и так далее. Ты сама это замечаешь? Или это какое-то продуманное решение? Или это просто, ну, вот время идет, ты меняешься, в том числе и твой внешний вид? Да, я не заметила. Дело в том, что на сцену я выхожу, как и прежде, вот так, как я чувствую то, что я хочу спеть и донести. То есть это не обязательно какая-то супер-брендовая одежда. Это мое такое внутреннее отражение, оно и внешне должно соответствовать. Если я пою какую-то очень личную, даже интимную песню, да, то странно выходить при этом, там, полураздетый какой-то и так далее. А в жизни, ну, в общем, не знаю, в общем, я стараюсь, точнее, даже не стараюсь, а как-то само время диктует твои настроения. Ну, сегодня ты к нам со всей душой пришла. Вот тебе за это... Я как обычно, она все время со мной. Глава, чтобы было удобно и искренне. Сегодня в гостях на Русском радио певица Максим, очень рада были тебя видеть. А как я была рада вас видеть. Как? Очень сильно. Очень сильно, да. Хочу сказать большое спасибо, что вы меня пригласили и дали возможность сказать большое спасибо всем слушателям и моим фан-клубам многочисленным во многих городах. И еще раз сказать, да, вот полон дом просто у меня подарков. Вчера пришло из Курска, из Петербурга, из разных других городов. Хендмейзи, что-то вот своими руками, это очень дорогого стоит. Спасибо. Ну и, конечно, напоминаем, что 17 июня будет московский концерт. Певица Максим, если вдруг хотите приятно провести время, вы знаете, где вы должны быть 17 июня. Максим, спасибо. Мы, Русские перцы, прощаемся до понедельника. Антон Юрьев, Галя Корнева, Алексей Сегаев. Ну а далее на Русском радио певица Максим. И научусь летать. Пока. Завтра не пропустите. С 7 утра главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Просыпайтесь, улыбайтесь.